Предвыборные баталии. Депутаты областной думы бурно обсуждают закон о выборах. Единороссы предложили новое понятие. Территориальные группы. Стать ближе к народу, закрепить кандидатов за территориями. Остальные фракции против. Сегодня немало копий было сломано вокруг цифры. Сколько округов заполнять кандидатами? Мнение депутатов выслушала Яна Хромова. Во скольких избирательных округах партии должны выставлять своих кандидатов на муниципальных выборах? Этот вопрос сегодня обсуждался на комиссии областной думы по законодательству. Напомним, что первоначальный вариант обязывал партии заполнять все округа. Из-за этого фракции даже поссорились на заседании думы в конце мая. Противники Единой России увидели в этом монополию единороссов. Последние, в свою очередь, близость к избирателям. Губернатор области вернул законопроект обратно депутатам. Ранее такой вариант был признан Конституционным судом, противоречащим законодательству федеральному. Но со своей поправкой. Глава региона предложил партиям выставлять своих кандидатов не менее, чем в половине округов. Сегодня депутат Александровичев пошел еще дальше, предложив цифру 70. Чем больше, тем лучше. Это моя такая точка зрения, понимаете? Чем больше партии выставляют кандидатов, тем эти кандидаты ближе к людям. И люди узнают именно конкретно Иванова, Сидорова, Петрова. Депутату Единороссу парируют оппоненты. Откуда взялась поправка насчет 70%, только что она была озвучена, она для нас совершенно непонятна. То есть она, опять же, вот это выдавливание. Знаете, у меня всегда возникает вопрос. От Единой России я слышу только одно. Что это развивает партийную систему. Ну, послушайте меня. Если все так нацелены на развитие партийной системы, зачем же продавливать этот закон о выборах? Это как раз не демократия. Это давление, это диктатура, это узурпация власти. Многое не значит хорошо, добавляют оппоненты и ставят вопрос качества. Простая арифметика. В Ярославле 19 территориальных округов и 19 одномандатных. В каждую территориальную группу вносится три кандидата. 19 умножить на 3 плюс еще 19. Получается, что каждая партия должна выдвинуть 76 кандидатов. А найдется ли у каждой партии столько достойных людей, в том числе у единороссов, большой вопрос. Коммунисты в принципе против. По новому закону получается, что партия будет только отвечать в тех округах, в которых ее представитель прошел от этой партии. А в других округах? А другие избиратели? На них не надо влиять? В других округах с избирателями работать не надо, что ли? У думского большинства и на это есть ответ. Если у партии не хватает этих кандидатов, вместо 19 будет примерно 10, да? Но перераспределят они после этого в виде партийных поручений. И человек работает в 10 участке от партии, будет точно так же курировать 11 участок. Вообще ничем не пропадет. Работайте с народом и докажите, что вы лучше. Понимаете? Они не умеют. Они этого никогда не делали. И всегда в этом проигрывали. Конечно, они не хотят. Они хотят поставить опять фигурки наверху, не работая при этом в округах. В итоге за поправку в 70% проголосовали одни единороссы. Каким будет закон о выборах в окончательном варианте, предстоит решить всем депутатам областной думы. Последнее слово за губернатором.